Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы продолжаем цикл мероприятий «Честный разговор о ненормативной лексике». На нашей встрече присутствует нынче иерей Свято-Вознесенского собора отец Рустика Чуков. И беседа наша не случайно 3 февраля проходит, потому что 3 февраля – это международный день борьбы с ненормативной лексикой. Почему международный? Потому что, видимо, это зло, как ненормативная лексика, приобрело, можно сказать, вселенские масштабы. И мат и ненормативная лексика – в чем разница? Или это одно и то же, или это сквернословие? Что это такое, с вашей точки зрения? Ну да, действительно, перед началом любого серьезного разговора неплохо бы всегда определиться с понятиями, о чем мы говорим. И неспроста не так много вещей, с которыми ставится бороться все мир. Вроде бы это глобальные проблемы, а здесь проблема, как кажется, несерьезная, касается всего лишь нашего общения и нашего языка. С точки зрения лингвистики, конечно, мат и ненормативная лексика – это не совсем одно и то же. Матом являются наиболее низкие, наиболее, скажем так, простонародные и определенные слова, которые являются частью ненормативной лексики. То есть ненормативная лексика – это более широкое понятие, узкой частью которой является мат. Матом называется несколько слов, несколько корней, от которых уже происходят различные производные, и в нашем языке они действительно очень широко распространены. Вот если говорить с точки зрения лингвистики. Если брать историю этих понятий, то мат на Руси достаточно древнее явление. Историки относят его к домонгольскому периоду. И зачастую это остатки тех заклинаний, тех проклятий, которыми люди пытались бороться друг с другом. То есть если я не могу нанести время человеку физически, то я пытаюсь наслать для него проклятие. Поэтому эти слова, зачастую оставшиеся от них корни, имеют такое вот, скажем так, магическое значение. Такова история. Ну, всем известно, что слова эти не очень хорошие, можно даже сказать, очень плохие. Так все же, почему люди матерятся? Все знают, что это плохо. В чем причина употребления мата? Причины употребления мата не чисто психологические, чисто внутренние, связанные с душевным состоянием человека. Это могут быть различные причины. От попытки действительно высказать свою агрессию, до попытки казаться старше. Это может быть желание, скажем так, обидеть другого человека напрямую, или же желание просто эмоционально раскрасить свой рассказ, употребив несколько таких вот слов с подвохом. Поэтому причины, они всегда кроются в состоянии человека. И зачастую причина употребления мата – это простая нездержность. Потому что все понимают, что слова эти зачастую выражают агрессию. Но когда мы выражаем агрессию присутствия других людей, никого это еще не успокаивает. Чаще всего наша агрессия просто передается другим людям, и никому от этого легче не становится. А уровень культуры и внутреннего развития, образованности, он как-то влияет на употребление мата в разговорной речи? Конечно, влияет. Из одной из причин, по которой люди употребляют мата, это попытка заполнить пустоты между словами, каким-нибудь словом. И пока человек ругается матом, когда произносит какую-то фразу, он пытается придумать продолжение для своих слов. И если у человека богата речевая культура, то, по крайней мере, вот эта причина отпадает. То есть заполнять дырки и паузы между словами матом ему попросту не нужно. Остаются другие причины, например, эмоциональные. Может ли культурный человек злиться, проявлять агрессию? Конечно, может испытывать негативное чувство. Может, каждый человек и уровень культуры от этого не спасает. Однако разумность и рациональность говорит нам о том, что проявлять агрессию, особенно в присутствии других людей, никому не поможет. Поэтому, наверное, культурный человек, чувствуя негативные эмоции, пытается прожить их, пытается минимизировать последствия для других людей. Иными словами, культурный человек, даже чувствуя сильную злость или гнев, не станет ругаться в присутствии других людей. То есть, чем выше образовательный культурный уровень, тем потребность матер ниже. Ниже. Теперь хотелось бы рассмотреть вот такой момент. Влияние мата на жизнь и здоровье самого матерящегося и тех людей, которые его окружают. Как это работает и почему это убивает? Ну, не в прямом смысле, а в переносном. Ну, конечно, говоря о жизни и здоровье любого человека, важно понимать, что мы живем не один. Нас окружает множество людей, и зачастую наше окружение – это наши родные и близкие люди. И, конечно, когда человек испытывает негатив и по этой причине пытается говорить матом, пытается сбросить какую-то негативную энергию, сбросить стресс, то зачастую это, опять же, выливается на других людей. Дети очень восприимчивы к нашим словам. Они копируют поведение родителей. Естественно, какое-то неосторожное слово ребенок зачастую, услышав его, пытается повторить. Это влияет на жизнь других людей, влияет на жизнь детей. И, конечно, такие привычки, заложенные в детстве, потом зачастую надолго остаются с человеком. Что же касается нашего собственного здоровья, то когда мы ругаемся, и даже не только матом, а в принципе ругаемся, то есть не пытаемся решить проблему, а предпочитаем просто выказать свои эмоции, наверное, это ничем не помогает. Не помогает нам решить какие-то трудности, не помогает нам стать сильнее или взрослее, не помогает нам изменить свою жизнь к лучшему. И, в принципе, на мой взгляд, когда мы ругаемся, это нам ничем не помогает. Разрушает ли это нас изнутри, это хороший вопрос. С точки зрения духовной, конечно, разрушает. Это грех, который укореняется в жизни человека. Если мы начинаем ругаться матом, то бороться с ним уже сложнее. Как сложно бороться с любой укоренившейся в нас привычкой. Что же касается физического состояния человека, то здесь все сводится, конечно, к эмоциям. Потому что наши эмоции, наше эмоциональное состояние влияет и на нашу жизнь. Если мы не можем побороться со своими эмоциями, если эмоции нас захлестывают, они сильнее нас, то после этого, конечно, наступает эмоциональная пустота. После того, как мы высказались, излили, скажем так, душу, поругались хорошенько, то после этого просто не остается сил на что-то хорошее. Поэтому, конечно, лучше с эмоциями владеть, пытаться ими овладеть, совладать со своим характером и не ругаться. Не только потом. Хорошо. Если не ругаться, если не выплескивать агрессию на окружающих, то получается, мы тогда будем подавлять свои негативные эмоции в себе, заталкивать их туда. Может быть, иногда полезнее высказаться в адрес того или той ситуации, которая тебя так сильно раздражает, чем все это гасить в себе. То есть, согласны ли вы с тем, что нецензурно выражаться вроде как иногда и полезно? Могу согласиться, но лишь отчасти. Дело в том, что, конечно, пытаться заглушить в себе эмоции и заталкивать их куда-то вглубь, подсознание и еще куда-то, конечно, никому не бывает полезно. И если мы чувствуем негатив, если нам сложно, у нас есть какие-то внутренние переживания, то бывает очень важно их осознать, может быть, с кем-то поделиться, или же, если какая-то ситуация нас постоянно злит, важно взаимодействовать с другими людьми, которые, возможно, причастны к этой ситуации. То есть, попытаться решить проблему. Но другой вопрос, а стоит ли это делать с помощью мата? На мой взгляд, нет. Мат, скажем так, не обладает какими-то качествами, которые нельзя выразить с помощью других слов. Всегда можно найти слово более подходящее. И когда мы говорим с другими людьми, важно понимать, что наше слово может кого-то рать. Например, бесполезно, на мой взгляд, объяснять ребенку, что он неправ, с помощью мата. Это может травмировать ребенка, и, наверное, это понимает каждый. Что же касается взрослых людей, то, хоть мы и взрослые, иногда какие-то слова, неосторожные слова, не обязательно маты, могут серьезно явиться. Ведь любое оскорбление, оно зачастую может расстраивать человека. Поэтому в любом случае лучше, на мой взгляд, уметь высказать свои эмоции, выставить свои пожелания и просьбы без помощи мата. Иногда, конечно, язык любви люди не понимают. Но все-таки это не повод говорить с ними мать. Ну, то есть, опять же, мы пришли к тому, что все от внутренней культуры. Да. Зависит от воспитания, от самовоспитания. И уметь самовыражаться без мата. Конечно. И в заключении, чтобы подытожить нашу такую содержательную беседу, я хотела бы задать такой вопрос. Так как перестать материться? Вот какие-то советы? Вы, собственно, и говорили об этом все это время с вами. Но хотелось бы какой-то конкретики. Как перестать материться тому человеку, который употребляет нецензурные слова, свои речи? Наверное, там точно так же бороться с этим, как мы боремся с другими плохими привычками. Работать над собой. Не существует каких-то универсальных волшебных способов, которые могли бы что-то сделать вместо нас. Нет никакой волшебной молитвы, прочитав, которой мы просто перестанем материться. Нет. Все сводится к работе над самим собой. К желанию, нашему желанию стать лучше, чище и добрее. Пытаясь не ругаться, не употреблять абсцентную реакцию и нецензурную брань, мы стараемся глубже понять себя, глубже понять, что я сейчас испытываю, почему я чувствую в себе необходимость вырубаться, почему так происходит. Важно понимать себя и стараться работать над собой, быть более внимательным к себе. Зачастую какие-то ошибки мы совершаем неосознанно. Никто специально не стремится ошибиться. Мы ошибаемся как бы на автомате. Это происходит само собой, случайно. Почему? Потому что мы в этот момент не осознаем то, что мы делим. И к чему стоит стремиться? Так это к сознательности. К осознанию того, что я испытываю прямо сейчас. Что я делаю прямо сейчас. К чему это приведет. Конечно, не стоит уходить в глубокую рефлексию, становиться параноиком. Вот как бы не обидеть другого человека. Нет. Здесь действительно важно сфокусироваться на том, что мы делаем и чего мы хотим добиться, чтобы избежать ошибок в жизни. Это касается не только мата, но и любых других вредных привычек, которые отравляют нашу жизнь и здоровье. А сквернословие – это один из смертных грехов? Или это просто грех? Ну, нет, конечно, сквернословие – это не смертный грех. Смертные грехи – это более тяжелая вещь, например, убийство. Церковь смотрит на сквернословие как на одну из ошибок человека. То есть это не грех, это ошибка? Вообще слово «грех» в своей этимологии, например, в греческом языке, оно как раз и значит промах, ошибка. То есть любой грех – это ошибка. Это не то, что заслуживает наказание, а то, что человек совершает напрасно, сам себя обделяя и решая каких-то действительно добрых и хороших вещей. Поэтому сквернословие – это действительно те вещи, которые стоит просто не допускать в своей жизни, как мы и стараемся не допускать в любых таких ошибках. Большое спасибо за интересную беседу. Я думаю, что не только я, но и наши читатели вынесли для себя главное. Материться, конечно, очень просто, но очень плохо. И важно, и нужно постоянно работать над собой, любить себя и своих прежних. Продолжение следует...